Из-за сложной эпидемической обстановки отдыхать на улице сейчас гораздо безопаснее, чем, например, в развлекательных центрах. В Новосибирске готовят площадки для традиционных зимних забав и, в первую очередь, катки. Во многих дворах лед уже залили. Где можно покататься, узнал Михаил Якимов. Ольга работает библиотекарем. Свободное время проводит в движении. Решила как следует освоить коньки. Тем более зима вступила в свои права и во дворах залили хоккейные коробки, доступные каждому. Свежий лед в идеальном состоянии. Я себе поставила такую цель, что надо научиться хорошо кататься. Правда, у меня, конечно, учителей нет, но я сама как-то стараюсь, выхожу. Тем более, что коробка недалеко от работы. Могу либо перед, либо после прийти. В принципе, получаю огромное удовольствие от этого. Азы катания Ольга уже освоила. Пора учиться ездить спиной. На дворовой коробке нередко можно встретить более опытного любителя коньков, который поможет советам. По вечерам здесь катается много детей и взрослых. Мальчишки приходят поиграть в хоккей. Есть освещение, а к новому зимнему сезону коробку подкрасили и починили. Хоккейная коробка во дворах на улице Серебренниковская – одна из первых, которую подготовили в этом году. Она доступна абсолютно всем, у кого есть свои коньки. Да, по стандартам она меньше обычной хоккейной коробки. Но зато здесь можно легко проводить соревнования, скажем, дворового формата. Есть даже своя трибуна для зрителей. За ней закреплен специалист, который следит за состоянием льда, чистит и заливает его. Эту и еще 26 коробок в разных районах Новосибирска содержит учреждение «Стадион». А еще его сотрудники каждую зиму готовят несколько больших катков. На стадионе «Чкаловец», на площади Ленина и в Нарымском сквере. Такую большую площадку заливать сложнее. Тем более здесь, где летом расположены теннисные корты, покрытие которых нельзя повредить. Сначала нужно подготовить большую подушку из снега, и только потом можно аккуратно начать заливку. Сейчас заливщики уже заканчивают подготовку льда. Убрать вот эти все неровности, чтобы лед был нетравмоопасный, чтобы люди, которые приходили на каток, радовались и катались с удовольствием. Думаю, что, наверное, если погода позволит, погода хорошая, обещают быть к выходным. Скорее всего, может быть, мы успеем открыться. На катке будет один из самых больших пунктов проката коньков в Новосибирске. Стоимость 150 рублей за час. Для детей до 14 лет и пенсионеров 80. Со своими коньками 80 рублей без ограничения по времени. В этом году по периметру Нарымского сквера впервые проложат качественную лыжню длиной больше километра. И будет прокат лыж. Цены такие же, как и на коньки. Со своими бесплатно. Михаил Якимов, Сергей Хлопов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...